Серьезно речь пойдет о гормонозаместительной терапии тестостероном. Гормонозаместительная терапия, еще сокращенно называют ГЗТ. Ее назначают при гипогонадизме, когда присутствуют признаки недостаточной выработки собственного тестостерона. Тестостерон очень важный гормон, мужской гормон. Он важен для мужчин и также для женщин. Отвечает за многие физиологические функции при его пониженной выработке. У мужчин наблюдается пониженное настроение, проблемы с засыпанием, со сном, в общем со сном. Также негативно проявляется пониженная выработка тестостерона на репродуктивную функцию, на сперматогенез, либидо, эрекцию, потенцию. Пойдя к врачу, он сделает анализ крови и посмотрит общий тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ и определится, нужно ли вам делать гормонозаместительную терапию тестостероном или нет. Или может быть у вас признаки гипогонодизма, точнее всего симптомы недостаточности выработки тестостерона, не гормонального генеза. Ну вот, но сегодня речь у нас идет, конечно, о гормонозаместительной терапии. Вы пришли к врачу, пожаловались, писька не стоит, девчонки не интересуют, настроение херовое, с засыпанием все плохо, спите по 2-3 часа, просыпаетесь часто. Это, в общем, все херово, и он берет у вас анализы крови и оказывается у вас тестостерон в низких значениях. Это первая причина. Или у вас общий тестостерон прекрасный, может даже высокий, но у вас с возрастом повысился ГСПГ. Вот этот ГСПГ, он связывает ваш тестостерон и делает его неактивным. Из-за этого у вас мало свободного тестостерона. В двух случаях вам могут назначить гормонозаместительную терапию. Или у вас гипогонодизм, то есть пониженная выработка собственного гормона тестостерона. Или у вас повышенный ГСПГ. В этом случае, по крайней мере, не знаю, как в России, но в Германии назначают тоже гормонозаместительную терапию. Обычно, я не знаю, как в России, в Германии назначают гель, тестостерон в качестве геля. Хорошо себя зарекомендовал. В течение двух дней он набирает уровень определенный физиологический тестостерон. И держится на всем протяжении, пока вы его мажете. Его нужно мазать на плечи или на живот. Вот такие вот, короче, пакетики там, короче, пакетики мажете. Ну, один пакетик с утреца, например, в одно и то же время. Ждете 10-15 минут, а потом можно и плавать, и идти в душ, короче. Он уже все всасывается и 24 часа постепенно освобождается. Хорошо себя зарекомендовал гель, да? Есть к дозировке 50, я считаю, вот оптимальная дозировка 125 миллиграмм. Вот, вот, который я держу в руке. Второй тестостерон, который себя хорошо зарекомендовал для гормонозаместительной терапии, это тестостерон Ундиконуат или Нибида, да? Продают ампулу 4 миллилитра, в Германии выпускают ее. Нибида препарат называется. Тоже очень хороший препарат. Первая инъекция, то есть первые две инъекции ставятся немножко чаще, а потом уже всего лишь раз в 12 недель идет инъекция. Постепенно освобождается препарат в кровь. И тоже хорошие результаты, то есть он поднимается на физическом уровне и остается так. То есть у него нету таких скачков, как у тестостерона Энантата, про который мы сейчас поговорим, да? Ну и вот, так как наше видео мы назвали гормонозаместительной терапии тестостероном Энантатом, поэтому вот поговорим про дозировочки тестостерона Энантата на гормонозаместительной терапии. Вот. Есть два длинных эфира, которые можно применять на гормонозаместительной терапии. Первый эфир – это тестостерон Энантат. И еще есть тестостерон Цепианат. Вот у меня в руке тестостерон Цепианат. Он мне немножко больше нравится. Его больше применяют в Европе. В России больше любят Энантат. В Германии больше любят Цепианат, потому что Цепианат, он, в принципе, чуть подлиннее. Эфир чуть подлиннее. У него время по выведению на два дня дольше, да? Вот в этом плюс тестостерона Цепианата. Но, в принципе, дозировку я вам посоветую одинаковую. Энантат, Цепианат, в принципе, я на себе тестировал. Я свой второй курс делал на Цепианате. Ну, и я ставил также Энантат тоже ставил, сдавал анализы. Ну, и вот обычно назначают 250 миллиграмм ампулку тестостерона Энантата раз в две недели, да, на гормонозаместительной терапии. Раз в две недели. Я вам дам другую дозировку, которую я считаю более подходящую, с которой вы получите по минимуму побочек, потому что с тестостероном Энантатом, если вы будете делать ГЗТ, у вас повышенный риск получить побочку. Главная побочка – это повышение гематокрита, да, то есть сгущение крови, которое может привести к летальному исходу, да, к инфарктам миокардом или к инсультам. Ну, в основном бодибилдеры, кстати, умирают от сгущения, от густой крови, поэтому это главная такая опасная побочка, да, которую надо прослеживать, мониторить в общем анализе крови. Ну, про это мы еще, может, поговорим. Вот. Я вам советую ставить полкубика, да, полкубика тестостерона Энантата, полкубика или полкубика цепианата, смотря какой вы препарат возьмете, раз в неделю. И кто-то скажет, а какая разница, я могу же сразу поставить кубик и две недели ничего не делать. Вот в этом-то и есть разница, ребят. Ставя по полкубика, то есть поделив препарат, да, вы снижаете на минимум побочное действие в плане сгущения крови, и у вас будет тестостерон более равномерный, разделен в физиологическом плане, да, потому что тестостерон Энантат, он как работает, или цепианат в принципе, да, ну цепианат там на день, на два, чуть позже, короче, у них это, он в течение трех дней, Энантат, его уровень в крови повышается до максимума, да, то есть вы сегодня поставили инъекцию, через три дня, вот он поднимается постепенно, через три дня он на максимуме, и потом он постепенно снижается, его уровень, да. Поэтому если вы поставите сразу одну ампулу, да, один миллилитр, у вас он взлетит, да, он у вас на третий день будет, как у химика, да, то есть там в 3-4 раза выше физиологических значений, это усугубляет риск, конечно, уже опять же сгущения крови, и другие побочки, да, там повышение эстрадиола, да, и потом он просто тупо пойдет вниз, а поделяя его на два раза, у вас будет таких два пика, на каждой неделе по пику, и он не будет взлетать в небеса, то есть он не будет у вас в 4 раза выше, то есть вот это оптимальная дозировка, короче, да, полкубика, запомните, если хотите самолечением заниматься, я вам советую полкубика раз в неделю, вот, так что если ты не поставил лайк, ставь лайк, я на себе тестировал, проверял, у меня эстрадиол практически там не повышался особо, по полкубика, кровь не сгущалась, прыщи особо не высыпали, вот если будете ставить кубик, раз в две недели, уже у вас просто, как я уже сказал, да, риск повышения гематокрита, риск повышения эстрадиола, и также на 12, 13, 14 день у вас может быть уже тестостерон будет в низких референтных, то есть вы даже может почувствуете уже, что препарат, скорее всего, уже не работает, ставь лайк, пиши комментарии, сколько ты ставишь на гормонозаместительной терапии тестостероном Ауфинерзейн,